Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Ну что, сразу переходим к делу. Обзоры двигателей Subaru пользуются популярностью на нашем YouTube-канале. Сегодня мы решили порадовать вас и сделать обзор на модель Subaru. Итак, встречаем Subaru Legacy 5-го поколения. Эта модель выпускалась с 2009 по 2014 год. На этом поколении Legacy появился дизельный мотор, вариатор, а также один из новых бензиновых атмосферников, а также новая трансмиссия для полного привода с гидравлической многодисковой муфтой. Об этом и о многом другом вы сегодня узнаете. Давайте пристально рассматривать все недостатки Subaru Legacy 5-го поколения. И всё сказанное сегодня можно применить и для Subaru Outback. А теперь поговорим про кузов. Здесь всё, как у всех японских авто из 2000-х. Слой краски и лака тоненький, поэтому всё это скалывается и царапается. Поэтому если подвергать бомбардировке камушками кузов, а также посещать сомнительные мойки, то Subaru Legacy быстро потеряет нарядный внешний вид. Коррозийная стойкость нормальная, а это значит, что возраст этих машин менее 15 лет, коррозия не проявляется. Но панель крыши может огорчить. Дело в том, что металл здесь охотно рыжее и цветёт вокруг сколов. В ксеноновых фарах со временем выгорают отражатели, и тогда ксеноновый цвет мутнеет. Поэтому приходится задумываться о замене фар, либо о восстановлении отражателей. Иногда могут поломаться или закореть датчики положения кузова. После этого не удастся отрегулировать упавший свет фар. Так вот, датчиков два. Они находятся в левой стороне подвески. И пока эти датчики работают, их лучше очищать и смазывать шарниры их тяг. Также эти датчики можно заказать из Китая. Машины с 2010 по 2013 годы выпуска участвовали в отзывной кампании по замене крышки редуктора передних стеклоочистителей. Дело в том, что сгорал моторчик. Так вот, эта проблема была решена на всех «Легаси» и «Аутбеках». А моторчик сгорал из-за того, что щётки не могли припарковаться в стартовом положении зимой из-за снега. Не так уж редко при пробеге в 250 тысяч километров приходится менять блок заслонок системы вентиляции. Дело в том, что добраться до него не так просто, но целиком панель снимать не надо. Неисправный блок заслонок издаёт щелчки и шуршания. И наддув постоянно меняется – то вверх, то вниз, то в лицо. Короче, новый блок заслонок стоит 100 долларов, но его можно починить, разобравшись с протертыми контактными дорожками. Ну, а сейчас мы ненадолго перенесемся в студию, где мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё о БУ-запчастях. Так вот, например, вы разобрали мотор или вам его разобрали. Естественно, изнутри он весь грязный. Грязный он может быть и снаружи. Что делать? Берем лавр – пенный очиститель деталей. Это профессиональное средство для быстрого удаления сложных загрязнений с деталей двигателей и промышленного оборудования. Наносим на грязные закоксовавшиеся детали. Наносим пену прям обильно, чтобы не осталось ни одного грязного пятна. Ждём пару минут и затем протираем тряпочкой. Ну и как результат, чисто, чисто, чисто. И всё это благодаря проникающей пене и инновационной формуле «Straight Foam». Кстати, попробуйте другие продукты от компании «Лавр». Они все одинаково хороши. «Лавр» на рынке 25 лет. Все ссылочки и подробности я оставил в описании. Ну что, вот такие чудеса. Ну а мы погнали дальше обозревать автомобиль. Subaru Legacy 5-го поколения донашивала старые бензиновые двигатели серии EJ. Напомним, что эти моторы встали на конвейер аж в 1989 году. Так вот, самые популярные двигатели на Subaru Legacy – это двухлитровые атмосферные, 2,5-литровые атмосферные и 2,5-литровый турбомотор. Скорее всего, 2,5-литровый турбомотор был прошит, оттюнингован и прокачан предыдущим владельцем. Все эти моторы с ременным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов у них нет, а у двухлитрового двигателя по два распредвала в каждой ГБЦ, а на выпускных распредвалах – фазорегуляторы. У 2,5-литрового, как в нашем случае, по одному распредвалу фазовращателей нет. Зато есть что-то типа системы VTEC, то есть высота подъема половины впускных клапанов изменяется с минимальной до, можно сказать, нормальной. Турбированный EJ255 больше похож на двухлитровый, то есть по два распредвала в каждой ГБЦ и по одному фазовращателю. Что еще сказать про эти двигатели? Вот что бы там ни говорили, добрая половина этих моторов поджирает масло. Но вот данный экземпляр по уверению владельца масло не ест. Так вот, масляный аппетит может быть разным – от полулитра от замены до замены до полулитра на тысячу километров. Вот в последнем случае надо капиталить мотор. Ну а вообще, если владелец автомобиля заправляет оригинальное масло не обязательно под брендом Subaru, а просто масло от поставщика на конвейер и меняет его каждые 8 тысяч километров, то масложор беспокоить не будет. Кстати, объем масла в этих моторах всего 4 литра, поэтому уменьшение объема масла чревато проблемами, например, проворотом вкладышей. Далее, все эти моторы быстро перегреваются, в результате чего газы из цилиндров продувают прокладку ГБЦ, либо же ГБЦ может деформироваться. Поэтому крайне важно чистить основной радиатор охлаждения с двух сторон, а также менять основной радиатор, если он сильно корродирует или его сильно побило камнями. Также вспомним о проблеме стука в четвертом цилиндре. Дело в том, что стук — это верный признак задиров и износа на зеркале четвертого цилиндра в области прилегания поршневой юбки. Конечно, это все может случиться из-за повышенной температуры охлаждающей жидкости в районе четвертого цилиндра. Кстати, четвертый цилиндр — это ближний к водителю. Также есть мнение, что проблема с четвертым цилиндром возникает тогда, когда после снятия и установки двигателя сервисмены закрутили крепежные болты с избыточным моментом. Появляется небольшое, но искривление блока в районе четвертого цилиндра. В общем, если владелец Subaru с этими моторами менял масло каждые пять тысяч километров и разорятся на действительно качественное масло, то эти оппозитники легко пройдут 400 тысяч километров. Ну а если экономить, то они едва выхаживают 150 тысяч. На привезенных из США легаси пятого поколения встречаются двигатели шести цилиндровые объемом 3.6. Это надежные моторы, у них цепной привод ГРМ и четыре фазовращателя. Если владелец не будет экономить на обслуживании и будет следить за частотой радиаторов, то эти двигатели проходят достаточно долго. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Там мы нагнали страхов, что все проблемы происходят из-за некачественного обслуживания. Расскажем еще и про другие моторы, которые устанавливали на легасе пятого поколения. На автомобилях, которые были завезены из США и Европы, 2,5-литровый двигатель нового поколения с обозначением FB25. У него цепной привод ГРМ, по два распредвала и фазовращателя. Есть гидрокомпенсаторы, а система охлаждения у него более эффективная. Но проблема с масложором присутствует. Ну и та проблема, которая происходит после масложора – это проворот вкладышей – тоже никуда не ушли. Из Европы приезжали дизельные легаси. Этот мотор очень похож на FB25. У него алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, по два распредвала, а впрыск от японской компании Denso. До весны 2010 года эти двигатели страдали от деформации постели коленвала. А вот после эти двигатели стали более надежными и выхаживают даже 300 тысяч километров. Так вот, лучше покупать такой двигатель в паре с вариатором, потому что там нет двухмассового маховика, а гидротрансформатор облегчит жизнь коленвала. Так вот, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Ну и еще подробнее остановимся на радиаторах. Радиатор со встроенным в него охладителем АТФ лет через 8-10 после эксплуатации в наших суровых и соленых зимах может лопнуть по трубкам, по которым это АТФ в него попадает. Так вот, в этом случае АТФ вытечет наружу. Еще. Основной радиатор слабоват, то есть в знойную погоду не обеспечивает достаточного охлаждения двигателя. Да, побитые камнями передние соты, а также загрязненные соты снижают эффективность охлаждения. А на излишний нагрев двигатель Subaru моментально реагирует пробиванием одной из прокладок ГБЦ. А теперь о трансмиссиях. Это поколение Subaru Legacy перешло на вариатор. Вариатор достался атмосферным оппозитным моторам. Фирменное название – Lime Artronic, ТР690. Рабочий орган цепи. Ещё она, естественно, установлена продольно. В трансмиссии есть муфта, подключающая карданный вал, то есть заднюю ось. Lime Artronic – это очень надёжный вариатор. Наверное, самый надёжный вариатор в мире в своей легковой и ещё в полноприводной номинации. Но он не сразу стал таким. До 2012 года его улучшали и избавлялись от проблем. Несколько проблем у него осталось, но они проявляются в естественном износе. В его гидравлическом блоке установлено 7 соленоидов. Соленоиды в данном случае – это электромагниты, которые приводят золотниковые клапаны. Электромагнит – это катушка проводки. Так вот, при пробегах в 200 тысяч километров и более нарушается изоляция проволоки в этих катушках. Неисправный соленоид, даже хотя бы один – это нарушение работы вариатора. Поэтому приходится ехать на СТО и искать по ошибкам неисправный соленоид. Дальше нужно снять гидроблок, перепроверить сопротивление неисправного соленоида, а затем снять старую проволоку и намотать новую проволоку нужного диаметра и в итоге добиться нужного сопротивления. Обычно изоляция проволоки разрушается на самых первых глубоких витках или сгорает полностью. И считается, что это происходит из-за старой загрязненной трансмиссионной жидкости, либо же из-за перегретой трансмиссионной жидкости. Продиагностировать здоровье соленоидов можно с помощью мультиметра. Для этого можно подключиться к пинам электрического разъема соленоида. Другая проблема встречается гораздо реже и заключается в износе втулки гидротрансформатора вариатора. Дело в том, что эта втулка сделана из ненадежного синтетического полимера. Симптом ее износа следующий. Двигатель глох при замедлении и остановке. Точно так же, как если бы он заглох на передаче при медленной остановке с сомкнутым сцеплением. Втулку по гарантии меняли и меняли ее также на производстве, заменив ее на более надежную или же на игольчатый подшипник. При пробегах более 300 тысяч километров глохнувший перед самой остановкой двигатель указывает на возрастной износ вариатора. Но с его старением этот симптом будет проявляться все чаще и чаще. В этот вариатор заправляется ни на что не похожая жидкость. Она продается ведрами по 20 литров. Стоимость 720 долларов. Именно столько этой жидкости надо, чтобы промыть вариатор до полного просветления. Через сливное отверстие и после снятия поддона удается слить 5-6 литров трансмиссионной жидкости, а полный заправочный объем – 12 литров. Поэтому в этом вариаторе лучше менять трансмиссионную жидкость частично каждые 60 тысяч километров, либо полностью с промывкой каждые 100 тысяч километров. Конечно, все зависит от эксплуатации. Ну, в 2,5 литровом легасе драйва не особо много, но если владелец умудряется ездить быстро и агрессивно, то не стоит экономить на обслуживании трансмиссии. Кстати, есть приложение Scanner, которое, общаясь с вариатором, оценивает ресурс масла. Так вот, некоторые владельцы этим пользуются и умудряются откладывать первую замену масла до 150-200 тысяч километров. Ну, еще скажем, что вариатор Line Artronic не любит долгой езды на скорости 150 км в час и выше. Также не стоит мучить его пробуксовками, если трансмиссионная жидкость недостаточно прогрета. На легасе этого поколения встречается и обычный 5-ступенчатый автомат. Он доступен с двигателем 2.5 turbo, а также с 6-цилиндровым атмосферником. Так вот, эта трансмиссия – Jatka GR507E. Ее корпус изменен для субаровской компоновки, а также у нее свой гидроблок и соленоиды. Этот автомат очень надежен, и нередко он выходит из строя из-за агрессивной езды. Проблема обычно решается заменой сгоревших соленоидов. Не стоит экономить на замене АТФ для этой трансмиссии, хотя бы потому, что цены на масло не кусаются. Ну, и у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Обязательно посмотрите! Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости. В «АвтоСтронге» можно купить не только БУ запчасти, но и абсолютно новые. Так что звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. И, кстати, подпишитесь наш тикток-канал. Там много юмора и всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Тормозные суппорты на Subaru Legacy 5-го поколения нуждаются в минимальном обслуживании смазки направляющих, а также замене ремкомплекта. Если не делать такой профилактический ремонт, то раз в два года можно услышать скрип тормозов, стук при нажатии педали тормоза, а также неравномерный износ тормозных дисков. Если обслуженные суппорта продолжают бряцать при езде по кочкам, а не при нажатии педали тормоза, то есть вариант с пружинами, между суппортом и его скобами. Subaru Legacy 5-го поколения оснащалась как электрической, так и гидравлической рулевой рейкой. Гидравлика устанавливалась на машины для рынка США. Поэтому, скорее всего, вам попадется автомобиль с электрической рулевой рейкой, как в нашем случае. У нее есть широко распространенная, но ни на что не влияющая особенность. Рулевая рейка начинает постукивать. Постукивать она начинает при вращении руля, либо же при езде с малой скоростью. Причина банальная – радиальный люфт из-за износа сухаря рейки. А сухарь в данном случае – это втулка с вырезом под вал рейки. Сухарь прижимается сверху двумя пружинами. Степень прижима регулируется гайкой. Стук рейки появлялся буквально на всех Subaru, не только на LEGO. К поломке рейки это не приводило, лишь напрягало владельцев. Но вот особо щепетильные владельцы из-за этой проблемы обращались к дилеру, либо меняли прижимные пружины на улучшенные. Ступичные подшипники этих автомобилей неотделимы от ступиц. Служат примерно 120-170 тысяч километров. Передние ступицы стоят 160 долларов, задние – по 130. С полным приводом у Subaru Legacy все в порядке. Но надо обслуживать крестовины карданного вала. Одна сзади, одна впереди под защитой. Ее вам показать не можем. Так вот, при пробеге в 300 тысяч километров эти крестовины могут износиться. Также полноприводная трансмиссия раз в 100 тысяч километров нуждается в замене масла. Также масло менять надо в заднем редукторе и также в КПП. Про полный привод можем сообщить, что у Subaru Legacy 5-го поколения есть три вида полноприводных трансмиссий. Первое. Если машина оснащена МКПП, то у нее будет симметричный межосевой дифференциал, который блокируется вискомуфтой. Второе. Если машина оснащена вариатором Line Artronic 1-го поколения, а другого вариатора у Legacy 5-го поколения не было, значит там дифференциала нет вообще, а задние колеса подключаются с помощью мокрого сцепления. Этим сцеплением управляет соленоид и муфта делит крутящий момент в пропорции 60 на 40 в пользу передней оси. Третье. Если Legacy 5-го поколения оснащена турбочетверкой либо шестицилиндровым двигателем, то полный привод осуществляется автоматически с пропорцией 45 на 55 в пользу задней оси. Межосевой планетарный дифференциал блокируется многодисковой муфтой. Это фрикцион, встроенный в дифференциал, а степень блокировки регулируется автоматически. Передняя подвеска у Subaru Legacy со стойками McPherson, надежная и ресурсная. Пожалуй, наименьший срок службы у этой подвески – это у стоек переднего стабилизатора. Они ходят примерно по 50 тысяч километров, и оригинал обойдется всего лишь в 18 долларов. Кстати, как и на многих машинах, торсион стабилизатора окрашен, и когда появляются трещины, стабилизатор начинает активно ржаветь, особенно в районе резиновых втулок. Так вот, бывает, что после чистки и установки стабилизатора в новые резиновые втулки он начинает просто болтаться. Так вот, в этом случае придется покупать бэушный, менее ржавый стабилизатор, либо же покупать новый. Передние рычаги менять в сборе не обязательно. Два сайлентблока и шаровая опора доступны отдельно. Так вот, задний сайлентблок может пройти 150 тысяч километров. Отличный ресурс за 25 долларов. В принципе, столько же стоит и передний сайлентблок, и шаровая опора. Рычаг в сборе обойдется в 200 долларов. Опорные подшипники передних амортизационных стоек служат примерно 200 тысяч километров. Стоимость оригинала 85 долларов за штуку. В задней подвеске по четыре рычага. Причем верхний рычаг имеет шаровую опору. Отдельно она не меняется. Поэтому приходится покупать такой рычаг примерно при пробеге в 200 тысяч километров. А может и позже. То есть приходится покупать обычно два рычага. Цена рычага – 270 долларов. Остальные сайлентблоки доступны отдельно. Цена – от 15 до 25 долларов. Заменителей предостаточно. Вообще, если бы не фирменный масложор и прочие недешевые недостатки моторов Subaru, эту машину можно рекомендовать к покупке. Она такая же надежная, как Camry, оснащена постоянным полным приводом. А Outback – это вообще уникальное предложение. Но истинных поклонников Subaru это не пугает. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».